Здесь вот уникальное издание, издание Маркса в Санкт-Петербурге, 1896 год. И Яков Петрович Полонский, он редактировал это последнее произведение, потому что он бережно относился к своим стихам, и как они напечатаны, и как они изданы. Это последнее прижизненное издание Якова Полонского. Сейчас оно находится в точно воссозданном уголке рязанского писателя. Все здесь, стол, стул, его работы, воссозданы по фотографиям, сделанным в Петербурге. Вот они стоят здесь же на столе. Естественно, в личном кабинете Полонского их не было, как не было его фотографий, герборода и его картин. Увидеть такой воссозданный уголок можно в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Мы попытались собрать крупиночки. То, что получилось у нас, это на чем уйти. Конечно, я думаю, что эта работа будет продолжена. И у нас много людей в Рязани краеведов, которые интересуются темой творчества Полонского. В библиотеке рассказали, что мечта открыть кабинет Полонского была давно. И это труд ни одного человека. Сотрудники, краеведы, активисты. Благодаря им и удалось насытить кабинет, приобрести инструменты того времени. И сейчас продолжают собирать те крупинки, которые хранят в себе память писателя. Там находятся подлинные прижизненные издания Якова Петровича Полонского. Это последнее прижизненное издание, которое он правил своей рукой. Ну и там прижизненное издание Чайковского. То есть к произведениям Якова Петровича Полонского. Кабинет писателя будет открыт в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Это регулярная экспозиция, посетить которую может любой рязанец. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.